Добрый день, госпожа посол. Я очень рад, что вы согласились на интервью с нами. И первый мой вопрос такой, в чем заключается поддержка правительства США в Таджикистане? Мы сосредоточены по трем направлениям. Это улучшение доступа, понимание и лечение, основы профилактики лечения ВИЧ-спит в Таджикистане. Это включает в себя оказание помощи уязвимым слоям населения, потребителям инъекционных наркотиков, направление их на лечение в то или иное учреждение, оказывающее належащие услуги, и гарантирование предоставления ретровирусной терапии. И в Таджикистане мы внедряем этот проект на трех уровнях. На уровне лечебных клинических учреждений в регионах и городах, чтобы охватить всю страну. Реформа политики и процедур являются большой частью этого проекта. Поэтому посольство США помогает посредством вовлечения официальных лиц, как я, и представителей USAID. И я призвала правительство заняться продвижением реформы политики, которые необходимы для лечения ВИЧ-спит. Но также мы работаем в сотрудничестве с коллегами из USAID, партнерами, местными НПО, с целью предоставления эффективного и качественного лечения ВИЧ-спит. Что бы Вы посоветовали людям, которые не могут принять, что с ними живут люди с ВИЧ? В первую очередь я бы посоветовала им заняться самообразованием, так как совсем не опасно жить рядом с инфицированным ВИЧ-спит. И в действительности, чем больше будет образованных людей по данному вопросу, тем больше мы сможем предотвратить случаи распространения данного заболевания и больше работать с людьми, нуждающихся в нашей помощи, кто инфицирован ВИЧ-спит, так как не легко жить с данным заболеванием. Но я думаю, преодолевая эти преграды и страх, которые, я думаю, нарастают, когда мы узнаем об этой болезни, что знакомый нам человек инфицирован, и что рядом живет человек инфицированный ВИЧ-спитом, это изучение самого заболевания, изучение способов его распространения. Госпожа посол, как бы Вы отреагировали, если бы знали, что у кого-то из Ваших друзей ВИЧ? Первым моим шагом я бы обхватила этого человека руками и крепко обняла, дала бы понять, что я друг. Вторым, я бы помогла найти необходимые услуги. Я бы постаралась найти социальные службы, оказывающие помощь, службы по оказанию медицинской помощи и людей, которые бы оказали качественную помощь моему другу. Спасибо Вам большое за эксклюзивное интервью. Мы очень рады, что Вы нашли время поговорить с нами. Пожалуйста. Спасибо.